Опасное соседство. Столичные жители протестуют против строительства АЗС рядом со школой и жилыми домами. А в Алматинской области женщина пытается добиться компенсации за сгоревшую квартиру. Об этом и не только сегодня, а в программе «Народный контроль». С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. Нет, чтобы построить здесь же, вот здесь же спортивный комплекс. Рядом будут выходить и школы, и спортивный комплекс. Зачем оно нам, это вот, безобразие, вот это, колонки эти? Жители возмущены строительством автозаправочной станции в нескольких метрах от школы и домов. АЗС – это все-таки объект повышенной опасности. Родители в таком соседстве видят прямую угрозу жизни своих детей. Их претензии выслушала мой коллега Дамир Галиев. Строительство заправки в самом центре Астаны. На пересечении улиц Валиханова и Тархана полным ходом идет уже несколько месяцев. За это время успели возвести стеклянное здание офиса, магазина и кафе. И уже со дня на день приступят к монтажу цистерн для бензина. И этот объект возводят буквально в десятки метров от 54-й школы и жилых домов. Понятно, что с таким опасным соседством ни родители школьников, ни жители домов мириться не намерены. Причем, что за объект возводят строители за забором, люди узнали только сейчас. Паспорта стройки до этого не было. Была вывеска о том, что закрыт на ремонт дороги, поэтому никто не знал. Мы возмущены до предела тем, что дали разрешение на эту автозаправочную станцию. Рядом со школой, у которой большое количество детей, дети маленькие, будет риск того, что будет проезжать много машин. Дети подвергаются опасности, которая будет исходить из этой автозаправочной станции. На время строительных работ заложниками стали жители соседних частных домов. Последние месяцы они буквально живут на стройплощадке и отрезаны от мира. Получилось, что мы живем внутри стройки. Получается, они нам говорили, здесь мы вообще ничего трогать не будем. Проезд, заезд, говорили. Все так и оставили. В результате получается, что туда на 10 метров ушли, в ту сторону. Но мы все отказались. Вы сами поймите, школа рядом, частный дом. Топится печка, искренние пары газа. Вот она, будущее АЗС. И уже буквально в 10 метрах находится жилой дом, в котором, кстати, живут три семьи. Строительство не останавливается ни на минуту. Техника грохочет едва ли не круглые сутки. По словам жильцов, мебель в доме буквально живет своей жизнью. А ведь в доме много детей. Своительных работ, вы говорите, у вас дом дал трещину. Да, дал трещину. Вот, вот смотрите, вот. Это снаружи. Это снаружи. А внутри, внутри вовсе. Внутри все обваливается. Мы каждый год ухаживали за своим домом. Это вот с июля месяца, вот это вот все, это невозможно заделать. Это заделаешь, обратно рушится. Итогом этого собрания стало коллективное обращение в городской Акимат. Люди уверены, что муниципальные власти не оставят их жалобы без внимания. К слову, такое же письмо они направили и в Генеральную прокуратуру, чтобы чиновники еще раз проверили все разрешительные документы владельцев заправки. Оказалось, что все требования людей прекратить строительство АЗС по соседству со школой и домами обоснованы. Закон на их стороне, говорит юрист Ерлан Айджанов. В 2009 году в стране приняли технический регламент общих требований пожарной безопасности. Так вот, в этом документе четко прописано, что заправки не должны находиться ближе 100 метров к социальным учреждениям или жилым домам. Вот эта вот норма, она обязательна для всех застройщиков или тех, кто планирует строиться. В том случае, если заинтересованные лица непосредственно в день граждан обнаружат нарушение в этой области, они, я думаю, могут обратиться в компетентные органы за восстановлением вот этого вот нарушения. Непосредственно может быть генеральная прокуратура, управление архитектурной и градостроительной деятельностью или госаркстройконтроль, они обязаны отреагировать на такие заявления. Но несмотря на многочисленные письма жителей домов, прилегающих к будущей АЗС и родителей учеников соседней школы, реакция со стороны компетентных органов не последовала. Будем надеяться, что эти люди добьются своего. Мы обязательно будем следить за развитием этой истории и непременно вернемся к ней в наших следующих программах. А сейчас продолжим. Казахстанцы жалуются на навязчивую рекламу. Их беспокоят различные компании, которые ежедневно звонят и отправляют СМС-сообщения рекламного характера. Пользователи интернета считают, что сотовые операторы продают абонентскую базу. Мой коллега Амир Саминбетов выяснил, так ли это на самом деле. Алло, да, здравствуйте. Нет, спасибо, не надо. Раздражает, достали уже. Вот целыми днями беспокоят меня. Вот как можно от них отписаться? Не знаю. Асель Нурбекза – организатор детских праздников. Ее график расписан не по часам, а по минутам. Девушка жалуется ежедневно, и на телефон приходят различные сообщения рекламного характера, которые сильно отвлекают от работы. Меня беспокоят вот такие вот СМС-ки, звонки, и это честно раздражает. Я всегда занята, вот даже вот приходят СМС-ки, сейчас я вам даже прочитаю, про что они мне тут отправили. Вот, установи газ со скидкой всего за столько-то тенге. Ну зачем мне это? Мне этого не нужно. У Асель два телефона – рабочий и личный. Последний только для родных и исключительно по важным вопросам. Поэтому, когда звонят на этот номер, она все бросает и спешит ответить. Однако в последнее время и на него участили звонки от различных компаний, которые предлагают непонятные услуги. Куда обращаться, жалобой бизнес-думан не знает. Оказалось, что с такой проблемой сталкиваются многие. Они каждый день звонят, раздражают они. Я бы хотел, чтобы они не звонили и не пустяли. Названивают – нет, а СМС-ки приходят. Квартиры предлагают, офисы. Ну я прочитаю и убираю, и все. А сколько в день СМС-ки приходят? Ну мне немного. СМС-ки 2-3. Да надоедает в день, по 20 раз приходят. Как вы к этому относитесь вообще? Ну а что сделаешь? Приходят, приходят, удаляешь просто и все. Алло. Здравствуйте. Нет, спасибо, не интересует. Абонент возмущает и сама навязчивая реклама, и тот факт, что их закрытые данные, а номер телефона – это все-таки личная информация, каким-то образом попадает в открытый доступ. Страшно представить, что будет, если все компании начнут рекламировать свои товары и услуги именно таким образом. За разъяснениями мы обратились к одному из операторов сотовой связи. По телефону их представитель заверил, что абонентскую базу они не распространяют. Даже за деньги. Ну если короткие номера, это могут быть провайдерские услуги. А если это обычные номера, то обычно отправляют их в магазины, да? Мы, конечно, продажу абонентской базы номеров не осуществляем ни в коем случае. Но я тоже, как абонент, иногда получаю подобные сообщения. Хоть нигде и не зарегистрировалась, не фиксировала. В комитете по защите прав потребителей разводят руками. Говорят, по закону они бессильны. Она законодательно нигде не запрещена. В законе о рекламе есть понятие недобросовестное, недостоверное, заведомо ложное и даже неэтичная реклама. Но о ее навязчивости ни слова. При этом юрист Ирбол Ельбергенов говорит, что законодательством предусмотрено ограничение именно по рассылке сообщения рекламного характера. Она допускается только с согласия абонента. Здесь нужно будет разграничить именно по тому факту, что это и есть сбор и передача персональных данных. За которую существует ответственность, согласно административного кодекса Республики Казахстан. Вот только кого конкретно в данном случае можно привлекать к ответственности? Мобильного оператора, навязчивую компанию или посредников, который якобы торгует абонентскими базами? Непонятно. Бездомная или погорелец? Как теперь называет себя инвалид Тамара Антонова, уже и не знает. При том, что дом, сгоревший в селе Каргалал Матинской области, все-таки подлежит восстановлению. Но женщине все равно приходится скитаться по чужим углам. В отчаянии Тамара Антонова обратилась в нашу редакцию с криком о помощи. Пожар в этом доме произошел почти год назад. Тогда городские власти готовы были выплатить Тамаре компенсацию, но есть одно но. На момент пожара квартира была оформлена на ее маму, которая скончалась за два месяца до трагедии. Вступить в права наследования женщина просто не успела. Не до этого было. И о чем сейчас горько жалеет. Всем погорельцам денежную помощь оказали в апреле, а Тамара до сих пор убивает пороги акиматовских кабинетов в надежде добиться компенсации. Но важно признать, что в первое время после пожара женщине помогали. Помощь людей была оказана. Акимат, продукты сразу предоставили. Районная больница предоставила тоже вещи. Ну, все вот это необходимое. После пожара женщине пришлось переехать к родственникам. Жить в доме, где произошел пожар, невозможно. Огонь уничтожил буквально все. И тем не менее, Тамара пытается своими силами хоть как-то сделать ремонт. А ведь она инвалид второй группы. Восемь лет назад ей удалили опухоль в головном мозге. И теперь нельзя поднимать тяжести. Она плохо видит и слышит. Говорит, что своими силами дом ей не восстановить. После того, как Тамара рассказала свою историю нам, сотрудники местного Акимата активизировались. Отремонтировали крышу и даже больше. За несколько дней до приезда съемочной группы «Кораллы» Тамаре местной власти поставили пластиковые окна. Вот сейчас лето мы закрыли крышу, кровлю. Помогаем сейчас. Внешнюю штукатурку закончили. Теперь вот внутренние окна поставили. Дай бог, в ближайшее время уже Тамара может зайдет в отремонтированный дом. Но оказалось радоваться рано. Только наша съемочная группа уехала, как бригада рабочих, направленная Акиматом, тут же прекратила свою работу. Об этом позже нам рассказала наша героиня по телефону. Конечно, она благодарна и за этот труд. Но сгоревшей квартире так много еще предстоит сделать, а своими силами одинокая женщина-инвалиду просто не справится. Все, кто готов помочь Тамаре Антоновой, мы сообщаем номер телефона, куда можно позвонить и узнать, куда же направить средства на восстановление квартиры. Но сейчас мы можем порадовать жителей, проживающих по улице Нажимеденова в Астане. В одной из прошлых программ мы рассказывали, каким тяжело добираться до детского сада. Нет дороги, нет светофоров, открыты люки. В сегодняшней рубрике «Народный репортер» представляем вашему вниманию отзыв родителей после выхода в эфир той самой программы. Добрый день. Вот мы обращались с телеканалом «Хабар» в программу «Народный контроль». То, что нет дорог в садик и то, что нет светофора. Вот поставили светофор. Огромная благодарность этой программе, что сделали лучше водителям. Очень удобно ездить, сворачивать и пешеходам ходить очень удобно с ребенком. Радостей могло быть больше, если бы еще закрыли канализационные люки и, наконец-то, отремонтировали дорогу. Напомню, мы просили специалистов столичного Кемата прокомментировать решение проблем жильцов улицы Нажимеденова. Но на наше письмо так никто и не ответил. А вот еще одно видео от наших телезрителей, правда уже менее оптимистичное. Житель столицы прислал устрашающие кадры. «Мертвая рыба» в одном из водоемов. К слову, поблизости нет крупных промышленных объектов, от которых могла бы исходить угроза. Зато рядом – жилые дома и спортивные комплексы. «Лежите в воде. О, вся дохлая. Вон даже чайки дохнут. Это грибной канал. Вот мостик наш. Это по всей реке вот. Это одна дохлая рыба. Пожалуйста. Вот так она сейчас впадает и шиб. Что же происходит с местной рыбой? Может, все-таки опасения нашего телезрителя излишни? Это просто чья-то не совсем удачная шутка. Давайте узнаем. Сейчас вот пробы воды и пробы рыбы мы уже взяли, экспертизу. Сейчас заключение будет, потом в дальнейшем скажем ответ. Заключение будет в течение 7 дней. Итак, если у вас есть своя история, мы ждем ваше видео в рубрику «Народный репортер» на номер 747-516-03-09. Также пишите нам на электронный адрес или в социальных сетях. Мы поможем. С вами была команда «Народного контроля». Встретимся, как всегда, послезавтра в 15.00 на телеканале «Хабар». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!